Женский форум «Рай под ногами матерей» прошел в одном из древних городов России – Дербенте. Местные жители и гости из городов и районов республики увидели национальные подворья, представляющие кухню, утварь, рукоделие и национальные изделия Дагестана. Подробнее расскажет Абдулавиев. Сильная жара не стала преградой для проведения женского фестиваля «Рай под ногами матерей». Город Дербент стал местом сплочения жителей из разных уголков нашей республики. Каждый прибыл с частичкой своей традиционной культуры. Набережная Дербента превратилась словно в этнический музей под открытым небом. На месте проведения фестиваля установлены специальные палатки, где жители со всей республики представляют традиционные предметы быта народов Дагестана. Также здесь представлены блюда национальной кухни. Так что тот, кто принимает участие в этом мероприятии, может не только увидеть, какая культура у народов Кавказа, но еще попробовать ее на вкус. Мероприятие было организовано с целью возрождения былых традиций горских народов и их популяризации среди жителей республики. По самым организаторам вставка была сделана именно на женщин, так как прекрасная половина человечества вносит весомый вклад в воспитание подрастающего поколения. Наши предки, наши матеря, которые были до нас и которые сегодня с нами вместе, они сделали многое для того, чтобы существовал Дагестан. Эти традиции Дагестана, уважение, гостеприимство Дагестана – это место уже очень большая заслуга женщин. И сегодняшний день мы отмечаем такой день, уделяем внимание на женщин, чтобы они и передавали свои эти традиции, эти единства следующему поколению. Среди участников были и гости из соседних республик. Представить свою культуру на фестиваль прибыла делегация из Кабардино-Балкарии. Кабардинки, самые старшие из которых было 90 лет, положительно отозвались о дагестанцах и об их гостеприимстве. Я думаю, что в этом мероприятии очень много мусульман, и что вот это объединяет, испугивает все страны. Я думаю, что в Кабардино-Балкарии очень довольны. Мы приехали из Кабардино-Балкарии. Мы везем кругу подвержения Дагестана, Кабардино-Балкарии. Пусть наши правы не будут. Оценили дагестанское гостеприимство и гости из других городов России. Многие приезжие проводят здесь время на отдыхе. Фестиваль стал для них отличной возможностью еще больше познакомиться с традиционной дагестанской культурой. Это вообще, конечно, незабываемое впечатление. Окунуться в историю. Я вообще из России, из города Тюмени, поэтому мне это безумно интересно. Это захватывает, это услышать, почувствовать, попробовать обязательно надо. Большое количество людей собрало торжественное открытие фестиваля. Мероприятие открылось ченем Корана и исполнением нашидов. С приветственными словами к участникам обратились представители власти и Мухтеатр Республики. Вест-Тагестан – это наша родина. Мы этим и гордимся. И мы должны гордиться своими предками. Мы должны гордиться своими матерями. Какая бы мать ни была, она больная, она немая, она глухая, она мать есть мать, мать есть герой. Для почетных гостей была проведена экскурсия. Около 50 палаток и каждая сконструирована под этнический лад. Здесь они смогли увидеть предметы быта горцев, изделия народных умельцев, а также отведать кулинарные деликатесы. По окончании экскурсии своими впечатлениями поделились и официальные лица. Это еще раз говорит о том, какую роль женщина играет именно в исламе. Именно поэтому и Муфтеат во главе с нашим уважаемым шеях Ахмад Афанде это организовал. И за это им огромное большое спасибо. Поэтому мы, Министерство Национальной политики, делам религии, всегда оказываем поддержку Муфтеату. Потому что, по большому счету, это то, что непосредственно должны делать и наши министерства. Это наши цели, задачи в этом отношении совпадают. Здесь каждый народ к себе несет отдельную культуру, отдельную традицию, отдаты. И все вместе проживаемся здесь, на нашей республике. И поэтому мы очень часто говорим и повторяем, что у нас нет межнациональных и межконфессиональных конфликтов. Это благодаря и этому мероприятию тоже. В первую очередь хочется выразить благодарность Духовному управлению, которое организовало данное мероприятие. Выразить благодарность всем гостям, горожанам, которые посетили данное мероприятие. Данное мероприятие объединяет, скрепляет сердца наших братских народов, дарует нам взаимопонимание, любовь друг к другу, прививает молодежи хорошие качества. Также стоит отметить, что в рамках фестиваля, помимо исполнения нашидов, были выступления самодеятельных коллективов, представителей районов республики, показ театрализованных сценок. Напомню, что подобное мероприятие проводилось в прошлом году в Махачкале. Дальнейшим у организаторов в планах проводить подобные форумы и в других городах республики. Абдул Алиев, Ахмат Евпатов, телеканал ННТ, Дербент.